Трансформеры восхождения звероботов Две разные альтернативные реальности И это не говоря уже о мультсериалах Суммарно по нашим подсчетам Насчитывается порядка девяти различных Вселенных Трансформеров Но кто из роботов является самым сильным Среди всех? Какая угроза может быть Представлена в обновленной линейке фильмов? И что представляет собой Бог Трансформеров? Что ж в ближайшие Пару минут мы постараемся собрать Воедино весь огромный лор живых Роботов и рассказать вам Кто по нашему скромному мнению является Самым сильным и уникальным Среди них Кстати, а как вы относитесь к киноперезагрузке Трансформеров? Обязательно напишите об этом В комментариях Открывает наш импровизированный топ Гримлок Этого Трансформера часто ставят в начало списка Самых сильных роботов Поскольку сама идея Трансформера-динозавра Просто поражает Представителя чаще всего вожак Диноботов легендарный воин Который своим видом устрашает любого противника Ну да, в эпохе истребления его легко победил Оптимус Однако это не отменяет самого факта того, что Гримлок Один из самых мощных живых роботов 22-й был богат на мощные и запоминающиеся сериалы Впереди нас ждет только сиквел Аватара Однако поднять новогоднее настроение себе вы можете уже сегодня Ведь в культовом онлайн-шутере Warface Стартовал сезон-эвент под названием Плечом к плечу А это значит, что пора доставать из-под сугробов Все свои умения и броситься в бой в ураганном бесплатном онлайн-шутере Где помимо множества PvP-режимов Есть также масса PvE-контента с интересным сюжетом Не за горами новогодние каникулы И теперь вы точно знаете, как провести их весело В зимнем сезоне плечом к плечу вас ждет новый боевой пропуск С улучшенной системой ежедневных заданий Теперь только вы решаете, какие именно квесты выполнять Чтобы получить метовые пушки из новых серий Следопыт и Перевал Ну а если вы фанат ачивок, то у вас есть уникальный шанс пройти серию контрактов за любимый класс И получить за это кучу прикольных наград А самое главное, по ссылке в описании вы можете забрать набор крутого и метового снаряжения Как для новичков, так и для настоящих ветеранов игры Не теряйте времени, забирайте подарки и наслаждайтесь ураганным темпом легендарного Warface А как насчет Трансформера, который родом с Кибертрона, но при этом не является ни автоботом, ни Десептиконом? Да-да, речь сейчас идет, конечно же, о Локдауне Этот безжалостный охотник за головами оказался серьезным противником для Оптимуса и его друзей Отвечая только своим загадочным создателям, Локдаун держит себя выше войны автоботов-десептиконов И видит обе стороны как ссорящихся детей, которых он должен обуздать лично Он не слишком высокого мнения о других цивилизованных расах по всей галактике и особенно о людях Хотя и не прочь поработать с ними, если это его устраивает Он даже, кажется, презирает свою собственную расу, основываясь на своем детском взгляде на войну Следом на одной ступеньке мы бы расположили двух злейших врагов Мегатрона и Оптимуса Прайма Справедливости ради, лидер автоботов чаще всего выигрывал схватки с предводителем Десептиконов Однако Мегатрон все-таки как-никак один из самых могущественных трансформеров в этой вселенной Однако антагонист часто терпит поражение, когда, казалось, должен был победить Потому что его высокомерие и пренебрежение к другим играют с ним злую шутку А вот Оптимус Прайм выигрывает у Мегатрона и Гримлока не только по боевому мастерству Он неоднократно доказывал, что является чрезвычайно способным бойцом И его статус лидера автоботов не просто случайность Однако истинная сила Оптимуса Прайма заключается в тех неосязаемых качествах Которые делают его хорошим лидером Он смелый, предусмотрительный, стратегический и никогда не переоценивает своих врагов Эти черты помогают Оптимусу Прайму противостоять гораздо более могущественным силам Оптимус Прайм легендарен во вселенной трансформеров тем, что переломил ход многих конфликтов Благодаря своей воле и мужеству Он жертвовал собой в бесчисленных случаях и побеждал многих более сильных врагов Обходя их и полагаясь на помощь своих друзей-союзников Но кто может быть сильнее этой парочки? Например, Гальватрон, который регулярно находится на первых местах топов самых сильных трансформеров В фильмах Майкла Бэя это невероятная вундервафля Являющаяся по сути гибридом обновленных земных технологий и Мегатрона Он вооружен мощной плазменной пушкой со встроенной ракетной установкой В режиме тягача вооружен двумя ракетными установками Кроме того, благодаря трансформею, из которого он сделан Гальватрон может разобрать себя по частям и собрать вновь, что позволяет ему восстанавливаться после любых повреждений Сила Гальватрона превосходит силу Мегатрона Выстрелом из своей лазерной пушки он может разрушить практически любого трансформера Еще одним невероятно сильным трансформером стоит считать Инфернокуса Который появился в последнем фильме от Майкла Бэя Во вселенной старых фильмов он был верным слугой создательницы трансформеров Квинтессы И вместе с ней находился на умирающем Кибертроне в ожидании Оптимуса Прайма Инфернокус гибрид, состоящий из шести других инферноконов меньшего размера На голове имеет два длинных рога, что делает его похожим на дьявола В качестве оружия использует две наручные пушки Предпоследнюю строчку хит-парада самых мощных трансформеров занимает легендарный Юникрон Чаще всего это имя упоминается в контексте всеобщего зла и непобедимого врага Этот богоподобный трансформер – самое страшное существо во вселенной Вся причина его существования заключается в том, чтобы уничтожить все, пока он не останется единственной оставшейся формой жизни Он поглощает целые миры, разрушая все, что в них есть, и используя это для усиления собственных сил Юникрон может путешествовать по мультивселенной по своему желанию И его присутствие рассматривается как чума для самой реальности Его силы кажутся безграничными, и он способен проникать и заражать различные аспекты вселенной В своем бесконечном стремлении уничтожить жизнь Он также подчиняет других существ, наделяя их новыми силами в обмен на их клятвенную верность Из-за его могущества многие принимают его предложения, несмотря на то, что знают, что в конце сделки их всегда ждет гибель И, наконец, чемпион среди всех чемпионов – Праймус Брат Юникрона и по совместительству самый сильный трансформер из всех трансформеров Праймус стал первым живым существом во вселенной Его возникновение – тайна, покрытая мраком Однако известно, что он обладал такой огромной созидательной силой, что мог создавать целые планеты со своими собственными мирами Спустя 2 миллиарда лет после Большого Взрыва на одной такой планете появился первый вид разумных органических существ Праймус наблюдал за этими существами, видел то, как они эволюционировали, развивались и даже воевали В конце концов, они достигли настолько больших высот в своем развитии, что смогли колонизировать другие планеты Тем не менее, наличие Праймуса буквально у них под носом отягощало и пугало их, несмотря на то, что гигант никогда не совершал на них нападений Поэтому на общепланетарном совете было принято решение о сотворении аналогичного техноорганического Титана, чтобы защититься от Праймуса Существа, фанатично преданные своему делу, назвали себя создателями, а свое творение — Юникроном Праймус попытался вразумить создателей и заставить отречься от столь неуправляемого и мощного оружия Но те восприняли слова гиганта как угрозу, поэтому натравили Юникрона на него Между Титанами завязалась масштабная битва, в ходе которой Юникрон восстал против создателей и изничтожил почти всю их расу Праймус создал трансформеров, и маленькая частичка его самого существует во всех его творениях Поскольку трансформеры создают и поддерживают большинство других аспектов Вселенной Это говорит о том, что Праймус приложил руку практически ко всему Он существует во времени, пространстве и отдельных реальностях Его физическое воплощение — родная планета трансформеров Кибертрон Он имеет доступ почти ко всей существующей информации, осуществляемой через свой главный компьютер — вектор Сигма Богатство знаний, доступных Праймусу, помогает ему обойти Юникрона в звании самого сильного и могущественного трансформера в мире Его способность продумывать и разрабатывать свои планы в обход брата сохраняет Вселенную в целости и сохранности Против его способности существовать вне пространства и времени ни один неприятель просто не может ничего противопоставить Появление Праймуса — самый логичный вариант из всех возможных, ибо Юникрон был частью Вселенной Трансформеров практически всегда Хотя его история и менялась несколько раз Ну а раз у нас есть злой бог, то почему бы и не быть и доброму? Уверены, что раз восхождение звероботов уже намекнуло нам на появление Юникрона, то и Праймус где-то существует на задворках обновленной киновселенной Однако есть и еще кое-кто, кто вообще ну никак не вписывается в наш хит-парад самых сильных трансформеров Квинтессоны! Причем в фильме «Последний рыцарь» мы даже видели Квинтессу Кто они такие? Помните, мы рассказывали о том, как Великий Праймус наблюдал за некой группой разумных существ, которые создали Юникрона? Так вот, этими культистами и были Квинтессоны Правда, речь идет об очередной альтернативной реальности, которая была позже скомкана и переделана раз эдак пять И в фильме Майкла Бэя мы вообще видели других Квинтессонов, за которыми стояли некие Всевышние создатели Благодаря обширному лору, трансформеры одна из самых богатых на события вселенных Однако без сторонней помощи разобраться в этом огромном мире, ну практически невозможно Так что надеемся, что благодаря нашему коротенькому видео, теперь вы будете по максимуму готовы к восхождению звероботов До новых встреч, друзья! И не забудьте забрать новогодний мешок подарков от Warface по ссылке в описании Субтитры создавал DimaTorzok